Всем привет! Это видео о том, как просмотреть историю посещённых сайтов и поисковых запросов в браузере или посмотреть и восстановить удалённую историю интернет-сёрфинга другого пользователя. Все современные браузеры по умолчанию запоминают историю посещённых сайтов и эти данные хранятся в них. Как правило, это меню «История» в настройках браузера. Но история посещённых сайтов или поисковых запросов зачастую сохранена в браузере просто в хронологической последовательности. Поэтому найти и проанализировать нужную информацию очень непросто. А что делать, если история браузера была очищена, использовался режим инкогнито для приватного просмотра страниц, пользователь удалил или переустановил браузер. И вы хотите разобраться почему. Но должен сказать, что даже форматирование диска, удаление файлов веб-навигатора или содержимого папки учётной записи не скроет следы пребывания в Интернете. Всё это становится возможным благодаря современному программному обеспечению. Используйте Hetman Internet Spy и всё тайное станет явным. Как это работает? Например, у нас есть компьютер или учётная запись на каком-то компьютере, который использовался интересующим нас человеком. И нам необходимо узнать историю его действий в Интернете, посещённые им страницы или популярные сайты, осуществлённые запросы в поисковых системах, закладки браузеров на те или иные сайты, данные автозаполнения и так далее. Чтобы узнать это запускаем Hetman Internet Spy. Ссылку на официальную страницу программы оставляю в описании к данному видео. Интерфейс программы очень прост и не требует от пользователя каких-то особых навыков. На экране приветствия запустите анализ и дождитесь окончания поиска всех пользователей данной системы. После комплексного сканирования диска будет составлен список учётных записей Windows. В следующем окне программа предложит выбрать для анализа учётную запись пользователя компьютера. Кликните на интересующий. Обратите внимание, что анализировать можно любую учётную запись данного компьютера, независимо от того, из какой учётной записи осуществлён вход в систему на данный момент. Ввода паролей для входа также не требуется. И вот мы видим все установленные на компьютере данным пользователем браузеры. Причём хочу обратить ваше внимание на то, что здесь будут отображены даже те браузеры, которые ранее использовались из данной учётной записи, но на данный момент по какой-то причине удалены. И что совсем удивительно, такие удалённые браузеры могут быть также проанализированы Hetman Internet Spy. Выберите нужный браузер для анализа, кликнув на нём. Современные веб-обозреватели сохраняют каждое действие, совершённое в интернете, URL-страницу, дату посещения, время, проведённое за чтением материала, используемые логины и пароли, загруженные файлы и множество другой информации будет доступно после анализа. Вы сможете изменить ваш выбор в дальнейшем, чтобы проверить другие учётные записи и обозреватели. После окончания анализа данных выбранного браузера, программа отобразит их все, отсортировав по вкладкам. Знакомство с действиями пользователя в сети стоит начать с вкладки История. Здесь собраны все адреса и названия посещённых страниц, указаны дата и время визита. Выделив нужную строчку, вы увидите дополнительные параметры. Общее количество визитов, проведённое время, категорию сайтов и маркер факта удаления из истории. Вы можете фильтровать и сортировать результаты по любому из параметров, к примеру, нажмите на плюсик и добавьте фильтрацию по категории для взрослых, чтобы просмотреть список сайтов с клубничкой. Для удобства вся история разбита на подразделы. Визиты, где указаны все посещённые URL в хронологической последовательности. Чтобы перейти на любой из сайтов, достаточно кликнуть на нём дважды. И он откроется в установленном по умолчанию браузере. Поиск. Здесь представлены все поисковые запросы, выполненные пользователем в Google, Яндекс, Facebook, ВКонтакте, Bing, Amazon, eBay и любых других поисковых системах. Помимо названия поисковой машины, доступны сами запросы, дата и время выполнения. Социальные сети. Истории общения в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, YouTube и т.д. вынесено в отдельную категорию. Личная переписка, аккаунты пользователей, просмотры фото и видео, дата взаимодействия доступна сразу после анализа. Переводы. На отдельной вкладке собраны все выполненные переводы в сервисах Google Translate или Яндекс.Переводчик и т.д. Помимо ссылок и времени обращения указаны переведённые тексты, языки с которого и на который выполнен перевод. Почта. Все прочитанные и написанные email сообщения вынесены в отдельный раздел. Здесь выведена тема письма, время получения или отправления и используемый аккаунт. Таким образом, используя вкладку «История» вы получите комплексный отчёт о проведённом пользователем времени в глобальной сети, покупки, знакомство и общение, анализ рабочего времени, просмотренное видео и т.д. Используя логин и пароль от аккаунта Google, Яндекс или Facebook можно получить информацию о местоположении пользователя в любой момент времени по данным геолокации. Полную историю посещённых сайтов, знакомств, соцсетей, интернет-магазинов, банков и т.д. Используемых пользователем устройствах, как мобильных, так и стационарных компьютерах. Получив доступ к электронной почте, на которую интересующая вас персона регистрировалась на других сайтах, вы автоматически получаете доступ к любой информации. На вкладке «Сессии» собраны данные о посещённых сайтах в момент последнего и предпоследнего запуска браузера. Её удобно использовать, чтобы просмотреть, чем занимались на компьютере прямо сейчас, если только что была очищена история браузера. Для просмотра наиболее посещаемых ресурсов, перейдите на вкладку «Популярные сайты». Отдельно выводится дерево созданных в браузере закладок. Помимо существующих, выведены и удалённые ранее закладки. Информация о всех загруженных файлах вынесена на вкладке «Загрузки». Здесь указано имя, размер и время скачивания файла, а также источник загрузки. Все контактные данные, как почтовый адрес, имя, имейл и номер телефона, которые вводили в контактных и биллинговых формах, собраны на вкладке «Адреса». На вкладке «Файлы» представлены ресурсы браузера, в которых хранится вся информация. Продвинутые пользователи могут открыть их и просмотреть всё в исходном виде. Файлы баз данных выведены в виде таблиц, а XML файлы разбиты на разделы для удобства ознакомления. Для просмотра кешированных браузером на жёсткий диск картинок, перейдите на вкладку «Изображение». После ознакомления с результатами анализа в программе вы можете сохранить отчёт для дальнейшей работы или импорта в другую систему. Для построения запустите мастер экспорта, используя кнопку «Экспорт» в главном меню программы. Укажите, какой раздел вы хотите экспортировать. По умолчанию программа предлагает экспортировать всю информацию. Но вы также можете выбрать экспорт текущего открытого раздела. Нажмите «Далее» для продолжения. Укажите путь, куда сохранить отчёт. Выберите формат – Excel, HTML, PDF и нажмите «Далее». Вот как выглядит экспортированный отчёт. Если необходимо проанализировать ещё один браузер данного пользователя, нажмите в главном меню программы иконку с названием анализируемого на данный момент интернет-обозревателя. И выберите «Изменить браузер». После чего выберите другой доступный. Чтобы проанализировать данные другого пользователя данного ПК, нажмите на иконку текущего и выберите «Изменить пользователя». И снова повторите описанную процедуру. На этом всё. Подписывайтесь на официальный Ютуб канал компании Hetman Software. Ставьте под видео лайк. Задавайте интересующие вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok